В Махачкале 9.45 в студии Светлана Свет-Гусейнова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. В результате выпадения обильных осадков в зону подтопления в Махачкале попали 40 подворий, в том числе жилые помещения в микрорайоне Досаав Кировского района. Дождливая погода продлится до конца этой недели, сообщают в Республиканском гидромедцентре. С дождем в Дагестан пришло и понижение температуры. Еще несколько дней она продержится на отметке 5-10 градусов. Первый вице-премьер Анатолий Карипов принял участие в совещании в режиме видеоконференц-связи под руководством заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Пескова. Обсуждались в том числе вопросы строительства новой школы в селении Джирабачи Кайтакского района. Повестку дня, предстоящей завтра сессии Народного собрания, обсудили накануне на заседании президиума. Всего на обсуждение депутатов будет вынесено 13 вопросов. В частности, планируют назначить 12 мировых судей, рассмотреть 4 законопроекта в первом чтении и 2 во втором. Авиакомпания «Победа» начала продажу билетов прямого рейса из Махачкалы в Екатеринбург. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по субботам. С 27 по 30 октября в школах России пройдет единый урок по безопасности в сети интернет. Это цикл мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня кибербезопасности, обеспечение внимания родителей и педагогической общественности к проблемам детской безопасности в сети интернет. Завтра в Избербаше будет работать выездная приемная банковского сообщества – собрание с представителями деловых кругов, предпринимателями, представителями СМИ и прием граждан. Новости культуры Аварский театр накануне порадовал зрителей премьерой комедии «Жена по контракту» по пьесе осетинского драматурга Асахмета Айларова. Эта добрая лирическая постановка главного режиссера театра Али Султана Батырова повествует о весьма распространенных жизненных ситуациях, актуальных во все времена. Трое воспитанников Дагестанской школы борьбы в составе сборной России выступают в эти дни на студенческом чемпионате в турецком городе Чорум. Всего в трех стилях борьбы состязаются 800 студентов из 34 стран. Вслед за высшим футбольным эшелоном любительской футбольной лиги Дагестана 30 октября в Махачкале стартует и первая лига. В чемпионате будут представлены 16 команд. В Махачкале 8-10 тепла.